После такого объявления, конечно, очень волнительно, и здесь история не про то, чтобы, скажи мне, не оправдать ожидания, что ли, чьи-то. Значит, рубрика «Всё та же», «Верю, не верю», мы будем играть. Игра тебе знакома, тебе нужно будет продолжить фразу, определённый факт, и нужно сказать, либо правильно ответить, либо смешно. За правильный ответ ты получаешь два балла, за неправильный – один балл. Всё очень просто. Ну, а смогу ли я повторить тот успех, что было у нас с тобой неделю назад в прошлой рубрике? Не знаю, проверим. Я буду надеяться, что всё-таки… Нет, всё пройдёт до трассы более благополучно. И так, готово. Друзья, вы пишите, верите ли вы в то, что Анна Малахова сможет набрать сегодня 6 баллов. 6. Вот такая цифра. Каждый раз больше цифра. Ну, для опытных участников цифра повышается. Но ты справишься, сегодня действительно вопросы лёгкие. Итак, вопрос первый. Мужчины с лысыми головами кажутся более… Более ухоженными. Более ухоженными. Мужчины с лысыми головами кажутся гораздо более мужественными. Ну, посмотри, посмотри. Очень близко, ты горячо. Гораздо более сексуальными. Ну, что ж, за лесть мы всё-таки дадим Анне Малаховой один балл. Мужчины с лысыми головами кажутся более высокими и сильными. Вот по статистике такая информация. Ну, я в синонимах не очень. У меня, видишь, я подбирал всё, ходила вокруг дома. Полтора балла. Полтора – даёшь. Полтора, потому что мужественными было, это очень близко. Итак, вопрос второй. Когда эскимосские дети болеют простудой, их матери высасывают… Последние силы из себя, чтобы добыть им лекарства. Хорошая формулировка. А можно ещё раз повторить? Да, пожалуйста. Когда эскимосские дети болеют простудой, их матери высасывают… Сопли из носа. Ну, чтобы они тоже не болели. Я не знаю, что можно высасывать при простуде у детей. Как бы это странно ни звучало, но Анна Малахова абсолютно права. Серьёзно? Матери высасывают сопли из ноздрей прямо из носа эскимосских детей. Два балла ты получаешь, у тебя уже три с половиной балла. Нет, ты меня не набрал, серьёзно? Серьёзно? Я тебе правду говорю. Вопрос номер три. Не сбавляй темп. Корова может подняться по лестнице, но не может… Но не может ехать на эскалаторе. Поехать? Поехать, но не может. Но спуститься, очевидно, слишком. Не знаю. Может подняться по лестнице? Да. Но не может подняться по карьерной лестнице. И здесь с тобой трудно поспорить, на самом деле. А карьера-то у коров, она такая. О, там доярки, знаешь, какие. Конечно, это секретарь. Так, и может подняться, но не может спуститься. Но не может спуститься. Вот такой ответ у тебя. И не знаю, что тебе ещё предложить. Ну ладно, на самом деле, предыдущие ответы были более весёлыми. Да, астроумными. Но спуститься – это ответ правильный. Поэтому ты получаешь ещё два балла, и у тебя уже пять с половиной баллов. И интрига нарастает. Не знаю, что лучше – быть скучной, но умной. Вот как? А здесь ты умудряешься читать себе и то, и другое. Что не может не радовать. Итак, вопрос четвёртый. Ты в среднем человек проводит шесть месяцев своей жизни, ожидая… Шесть месяцев своей жизни – за всю жизнь? Ожидая повышения зарплаты. Ожидая конца зимы, потому что она у нас шесть месяцев идёт в году. Так, тоже хорошо. Ожидая… Ожидая нового. Ну давай, я ещё раз говорю. В среднем человек проводит шесть месяцев своей жизни, ожидая… Финальный ответ – завтрака. Шесть месяцев. Здесь балл я тебе дать не… Ну не давай, ладно. Да нет, я не могу не дать тебе один балл. Один хотя бы. Да, завтрак мне очень понравился. Это у тебя получается уже 6 с половиной. Я каждый раз, да, я каждый раз ложусь пораньше, чтобы встать пораньше, чтобы успеть позавтракать. Да, бывает такое, ложишься спать в сентябре, а потом бац, просыпаешься, уже апрель. Голодный. И наконец-то завтрак. В среднем человек проводит 6 месяцев своей жизни, ожидая зеленый свет светофора. Да блин! Не важно, мы стоим в пробке в машине, в общественном транспорте мы едем, и в среднем вот за всю жизнь 6 месяцев проходит. 6 месяцев в ожидании? Да, да, да. Ну что, последний, пятый вопрос. Скатерти еще изначально использовали как? Как салфетки, чтобы вытирать уголки губ. Я должен признать, что сегодня ты поставила рекорд. У тебя 8 с половиной баллов, потому что это абсолютно правильный вариант ответа. Раньше скатерти еще изначально использовали как полотенце, вытирали руки и рот после еды. Анна Малахова, поздравляю! И те, кто не верил, что она наберет 6 баллов, стыд вам. Я всегда знал, что ты потрясающая. Спасибо большое! А ведь мы правда, он мне скрывает, он никогда не говорит, что там за вопросы будут, а я стою тут и мучаюсь. Но тем не менее, это что получается? У меня с интеллектом все нормально? Не только с интеллектом, но еще и с юмором. А вообще ты и собеседник очень хороший, с тобой поговорить всегда очень интересно и здорово.